Один такой слайд, который мы показываем на всех наших мероприятиях обучающих и очных и заочных, который, собственно, подводит нас к идее, куда развиваться. Мы называем это уровни развития процессов планирования бюджетов ТАИР. Как мы основываем наш бюджет? Опять-таки, кратко расскажу. Исторически планирование бюджетов было построено на остаточной стоимости основных средств, когда у нас в бухгалтерии есть инвентарные объекты, есть некий бюджет, лимиты по-разному называемых, которые нам выделяют, соответственно, финансовые службы на ремонт. Опять-таки, по мере развития наших процессов и уровней зрелости системы у нас появляются уже не инвентарные объекты, а именно технические объекты, то есть оборудование с номерами, с моделями. И первый уровень зрелости, когда появляются у нас нормативы на пробеге, то есть так называемые ремонтные циклы, появляются нормативы нормы расхода ТНЦ, под частей и материалов. У нас запускается процесс введения наработки, то есть реальных данных по наработке оборудования, и мы, соответственно, получаем бюджеты на ТАИР через нормативы. Опять-таки, с учетом сложности оборудования, с учетом разных условий эксплуатации, следующий уровень, когда у нас появляются процессы оценки состояния, диагностика, осмотры, контроля, ну и, соответственно, дальше объемы работ пересматриваются, исходя из объемов работы в состоянии. Ну, я очень кратко скажу, самый высший этап развития, когда у нас появляется тот самый риск-ориентированный подход, когда, зная текущее состояние оборудования, зная прогнозы отказов, зная нас прямостные оценки по стоимости ремонта, соответственно, мы проводим оценку риска, когда мы сопоставляем наши плановые работы с теми рисками, которые будут, если мы их не произведем. Соответственно, вот эта картинка показывает, ну, такую эволюцию, которую мы, собственно, и находимся, да, то есть мы хотим именно вот эту точку, оценку рисков сегодня показать, ну, и оптимизацию, соответственно. Опять-таки, из наших реальных проектов, из наших реальных наработок, мы понимаем, что первая сложность, что у нас, как я сказал, да, риски, они рассчитываются, может быть, даже не на оборудование, а на каких-то отдельных видах отказа, и, соответственно, на тех операциях по ремонту, которые эти виды отказа должны предотвращать. То есть, казалось бы, такой простой объект, как насос, на самом деле представляет собой достаточно сложную информационную картинку, где есть и отказы, есть даты, значит, возможных отказов. Есть самый интересный риск, то есть мы считаем риск отказа и сравниваем его со стоимостью ремонта мероприятий. Ну, вот, собственно, по нашему мнению, оптимизация и заключается в том, чтобы найти, вот, насколько риск отказа может, ну, превышать, либо, там, наоборот, быть меньше, чем стоимость планового ремонтного мероприятия на этом объекте. То есть оптимизация – это подбор этих работ на каждый вид отказа. Второе, ну, наблюдение или, как бы, наша история, что для одного объекта, для одной единицы оборудования могут быть разные оптимальные стратегии ТАИР. Я надеюсь, что большинство понимает, что стратегия ТАИР – это, значит, либо на отказ, либо по состоянию, либо замена, либо модернизация. Так вот, опять-таки, наши расчеты на реальных объектах показывают, что для разных частей объекта действительно оптимальные стратегии могут быть разные. То есть комбинация стратегий дает нам оптимальность затрат, там, планов или прочего. Но, опять-таки, видя эти таблички, мы понимаем, что объем данных, которые необходимы для расчета, он очень большой. Именно поэтому мы говорим о оптимизации, то есть подбором такого, ну, по сути, математическое решение этой задачи, какие виды работ, какие операции, для каких отказов наиболее оптимальны. Привет! Я мультяшный робот «Простоев.нет». Расскажу вам о нашем курсе «Стратегическое управление активами». Курс подойдет директору по управлению активами, главному механику, главному энергетику, главному инженеру, главному архитектору, техническому директору, руководителям и инженерам по планированию, надежности и диагностике, а также всем, кто участвует в повышении эффективности компании. Программа курса состоит из семи учебных модулей и рассчитана на 40 часов обучения. На курсе вы сформируете навыки и обретете опыт в области стратегического управления активами. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев.нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, «От простоев.нет», которые реализованы в России и СНГ. По итогам курса вы обретете развитые компетенции. Сможете формировать политику, цели и стратегический план по управлению активами с учетом различных факторов. У вас будет возможность на практике отработать создание политики и стратегического плана по управлению активами применительно к требованиям вашей организации. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика и тестирование, а по итогам обучения на курсе, вы сможете получить сертификат. До встречи на курсе!